Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала от Битри Микрофона. Сегодня мы продолжаем проходить The Sides of Campaigns from Warsaw to Paris. Французская кампания. В игре у нас 22 мая 1940 год. По потерям. Давайте посмотрим. У нас здесь 1000, то есть 1 миллион 20 тысяч солдат. У врагов, как видите, уже очень сильно падает количество солдат. У Бельгии, как было написано, она уже капитулировала. Видите, сложила оружие. Их солдаты уже не сражаются. Так, дальше по потерям. Французы на прошлом ходу потеряли 60 тысяч солдат. Даже 70 тысяч солдат. Вот так. Бельгийцы потеряли 10 тысяч солдат. Но этого мы не будем считать, потому что бельгийцы уже все, сложили оружие. Те, что у них были там солдаты, где тут, где-то примерно 100 тысяч. Все. Это можно добавлять сюда. Также британцы, как видите, по чуть-чуть идут тоже вверх по потерям. Ну, где-то тоже 10 тысяч получили потерь. Но тут они в окружении находятся. Так что мы с ними потом быстро справимся. В общем количестве у них осталось 119 тысяч солдат. У Франции 341 тысяча. Так, давайте по югу идем. На Франции. Там еще, как видите, остались танки. Сейчас мы по танкам нанесем удар. Только где юнкерсы? Так, юнкерсы вот тут. Блини. Юнкерсы справились со своими делами просто прекрасно. Уничтожили 80 танков. Как видите, тут брак практически потерял половину из них. Так, идем дальше вперед. Чуть-чуть я растягиваю своими коммуникацией, но не страшно. Тут у нас есть эти инженеры, которые отремонтируют все мосты. Ага. Тут, оказывается, есть еще. Я думал, что тут танки и... Ну да. Виноват. Так, обстреливаем врага. Дополнительные войска уже подходят. Те понизу пойдут. 23-й корпус. Так. И вверх. 21-й корпус понизу пойдет. Эти по центру. Южной части. Можно еще обстрелять противника. Тут враг пытался отступить. Ничего у него не получилось. Не получилось и не получится. Потому что тут уже артиллерия будет выбита сейчас. И очень довольно-таки легко. Тут тоже мы выбьем сейчас артиллерию. Да, выбили артиллерию. Можно бы было пойти бы дальше. Точно, у нас же здесь пехота есть. Что же я делаю? Давайте мы попробуем. Есть. Все-таки придется. Один раз проштурмовать врага. Все. Идем дальше. Подводим войска. Тут у нас никто не держится. Ну, скорее всего враг захватит на следующий ход. Позиции. Ничего страшного. Так, тут сразу на починку поставим наших инженеров. Так, а вот уже полк из первого североафриканской дивизии. Попал в окружение и будет еще очень долго в окружении. А видите, тут разведка не сработала. Ну, сейчас мы их окружение не добьем. 400 солдат сразу выведено из строя. Так, есть. Тут Абвель. Мы захватили. Ой-ой-ой, тут огромное... Огромное количество артиллерии. Но сейчас мы попытаемся с ними что-то сделать. Вы посмотрите на это. Тут столько артиллерии, что... Я не знаю, даже танки мои не могут справиться с ней. Так. А тут они в городе находятся. Так что давайте чуть-чуть назад мы отступим. Будем держать линию. Пока не подойдет пехота. Пехота скоро времени уже будет тут. Но тут то же самое, как видите. Лорд Горд здесь находится. Максимально окружаем моторизированные части противника. Там 50 пулеметчиков уничтожили. Есть. Знаете, я думал, пулеметчики это, кажется, тяжелые роты. Вот мне вот так кажется почему-то. Что это именно тяжелые роты противника. Это вы посмотрите на это. Тут я даже удар бы не сделал. Но тут, видите, я тут один раз бы выстрелил. Да. Вот этот лорд Горд. Вот он дает. Так. Тут пехотная дивизия подошла. Сейчас мы артиллерию со всех стволов попытаемся уничтожить танки противника. Тут их довольно-таки много. И пойдем в атаку. Все, паника. Уничтожили. Там было огромное количество мотильд, прочего такого интересного вооружения. Все. С ними мы справились. Так, тут. Тут после обстрела артиллерии мы пойдем в атаку. Такой небольшой обстрел. Совсем. Чуть-чуть. Так. Со всех сторон взяли. И пошли на штурм. Есть. Уничтожили мы войска врага. Пять пушек уничтожили. Ну, тут быстро мы с ними справимся. Я потом их всех даже не выбирал. Так. Тут можно чуть-чуть ближе артиллерию. Тут мы без артиллерии. Пойдем в атаку на вражеские пушки. Ну, просто сейчас они уже должны сдаться. Тут тоже я не использую артиллерию, потому что мы сейчас дальше продвинемся. И вот тут нанесем удар. И также вот здесь мы нанесем удар артиллерии. Так. Немного. Машину уничтожили. Зато быстро расправились с врагом. Вот здесь бы их выбить. Тут только после длительного обстрела, скорее всего, получится такое сделать. Ммм, сто человек. Есть. Уничтожили. Вот очень хочу пробить вот эти танки. Ну, тут должно пройти... Должна пройти разведка. Давайте сейчас максимум разведки мы сделаем. Так. У нас тут огромнейшее. Под 900 разведка. Я не знаю, как мы, конечно, с ними справимся. Тут. Так. Вот такой огромнейший... Огромнейший налет. Уничтожили чуть-чуть танков. Но сейчас пойдет действительно... Сильное наступление. Ну, мог я так и не стараться. Так сильно. Я думал, будет похуже. Намного похуже. Теперь их выбьем. Возможно, потому что мы их выбиваем. Мы их не уничтожаем, мы их выбиваем. Если мы бы их уничтожали, они бы надольше остались. Ну, то есть, они бы надольше остались. Надольше раундов, я имею ввиду. И больше бы мне нанесли урона. Так. Тут паника. Еще один обстрел. Все, уничтожили. По статистике, видите, у них уже потери. А мы не видим. Вот, хотя бы нанесено потери 60. Так. Тут то же самое примерно будет. Надеюсь, мы все-таки сможем сейчас их уничтожить. Только мне нужна одна артиллерийская установка. Одна. В принципе, можем без артиллерии здесь. Прорваться. Да. Тут без артиллерии. Это же сама артиллерия тут осталась. Так. И сейчас артиллерийский удар. С двух направлений. Наступление танка. Оно разбирается с противником. Уничтожено. 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 Мы это сделали. Так. Они пытаются эвакуироваться. Не дадим им это сделать. И артиллерии тоже пойдем атаку. Не будем их обстреливать. Пойдем им на артиллерии. Так. Ну 10 пушек уничтожили. Сами потеряли 5. Тут враг в окружении. Но он уйдет все-таки. Тут даже не поможет нам. А не. Он не может даже продвинуться дальше. Так. Я думал поезд нам поможет. Так. Всю пехоту мы переместили. Здесь огромные проблемы. Потому что как вы видите они сломали довольно-таки большое количество мостов. Три моста вокруг гента. Уничтожено. Ну хотя бы есть главное место снабжения. Так. Дальше прорываемся. Главное чтобы танки. Смотрю вот сейчас за танками. Нет. Они отступили. Боевой дух слишком упал. Все. Захватили Лиль. Теперь к Дюнкерку. Главное прорваться. Но мы и так уже много очень территории захватили. Тут уже нет главных городов практически. Есть Булонь, Кале, Дюнкерк. Они там дадут по три очка. Ну это такое. Домен. Деп можем захватить. Возможно на следующий ход мы как раз и закончим уже. Тут есть еще у нас танки. Нет. Они ничего не сделали. Так. Мы теперь в этом всем разбираемся. Но это нужно на следующий ход. Видите они не имеют ни одного очка передвижения. Вот эти только. Те что. Те солдаты которые стояли в тылу. Они могут хотя бы что-то сделать. Там хотя бы куда-то передвинуться. Так. Брюссель бы захватить. Брюссель по идее должен иметь много очков. Захвата. А вот с Брюсселем беда. Так. Чуть-чуть. Есть. Там 90 танков. Сейчас. Налет сделаем. Ну уничтожили. 25 Сомва. Три Р-35. И один Гочкинс. Ну то есть 5 Гочкинсов. Так. Отбили мы противника. Делаем обстрел. Есть. Теперь аккуратно подводим пехоту. То есть артиллерию. Она будет нам потом помогать очень сильно. И тут мы также авиацию возьмем. Посмотрим, есть ли у них какие-то авиационные приспособления. Нет у них никаких авиационных приспособлений. Так что можем сделать массированный налет авиации. Ну тут они не должны оправиться уже. Давайте с двух сторон. Они отступили. Все. Брюссель наш. Центр Брюсселя наш. Тут еще сделаем обстрел артиллерии. Ну 50 пулеметов такое. Можно еще... А, еще тут можно. Так. И с двух сторон. Возьмем их и разобьем пехотой. Теперь нас точно не выбьют. Так. Войска. Британцев. Ну я не знаю. Все. Тут уже... Шансов нет. Так. Поближе подходим. В атаку. Сейчас танки противника отойдут. И тут будет последнее. Последнее сражение. Возможно мы еще чем-то сможем напасть. Да, есть у нас силы, которыми мы можем атаковать. Угу. Угу. Так, подводим. Первый корпус очень хорошо поработал. Да и не только первый, да еще и одиннадцатый корпус. Мне понравилось. Хорошо сработали. Так. Тут полк не справился с поставленной задачей. Так. Тут танки у нас довольно много еще. Ну мы двигаемся пока вперед. Остается только несколько корпусов пехотных. на этом месте. Так. На этом месте. Так. Обстрел. Подведем сразу. Танки. Так, подвели. Прогамы не разбили. К сожалению. Может мы сможем еще так. Нет, мы не можем. Потому что места нет для продвижения. Ну то есть нет железных путей для продвижения нашего бронепоезда. Весело, конечно, бронебоезды. В маневренной войне, ну то есть они уже были бесполезны практически оружием. В принципе, кроме этого, маневренная война, во-первых. Во-вторых, когда ты имеешь уже бронебойные снаряды, имеешь авиацию, которая может там, ну невероятно там, с идеальной ювелирной точностью уничтожать бомбовыми ударами и технику. Есть, уничтожили. Зато пушку теперь это все пехота. Так, нет. Давайте отремонтируем. Потом мы вот так пойдем. Отремонтируем. Мост. Так. Тут мы уже не можем двигаться. Да и тут одни машины остались. Потом они передадут нам для Блицкрига. 500 машин осталось. Супер просто. Чтобы мы могли потом осуществлять дальнейший Блицкриг. Так. Тут, в принципе, тоже можем пойти в атаку. Так. Так, здесь я говорил, мы потом это сделаем. Так. Потом их будем перемещать. Ну, двигаемся. Ну, двигаемся. Гьюз. Ла Феррэ. Ла Феррэ. Так. Марлэ. Ла Феррэ. Давайте-ка Марлэ продвинем наших на штаб. Так. Тут чуть-чуть поближе можно поставить. Так. Здесь у нас есть кое-какое снабжение. Но мы уже очень далеко находимся. Тут тоже нужно поближе подводить. Но только главное к железнодорожным путям. Подводить нашего войска. Так. Все. Самолеты, кажется, мы все использовали. Ну, что же, ребята. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.